Огромный баннер с проектом будущего детского парка, размещенный над забором одной из новостроек, давно перестал радовать жителей железнодорожного района города Рязани. Построить парк планировали еще 7-8 лет назад и даже заложили символический камень на его окраине. Но вместо горок, качелей и других аттракционов здесь по-прежнему можно увидеть только бородячих собак. 4,5 гектара территории заросли американским кленом и сорным кустарником. И все-таки жители улиц Шевченко, 5-6 линии, Ленинского комсомола не теряют надежду, что так называемая Новопавловская роща когда-нибудь станет излюбленным местом отдыха горожан, а в пруду, заваленном сейчас мелким и крупногабаритным мусором, опять будут плавать утки и начнет колевать рыба. Уличный комитет Новопавловский совместно с префектурой железнодорожного района организовал субботник, на который вышли жители территории, сотрудники городской администрации, городских управлений, школьники. Заместитель префекта Анатолий Майоров только успевал раздавать мешки для мусора и сам активно орудовал лопатой. Вообще это, как бы сказать, культурный парк должен быть. Его предусматривали для того, чтобы здесь отдыхать, вообще детский парк в свое время. Здесь был даже заложен камень, с той стороны, если посмотреть, то губернатором Шпаком был заложен камень для того, чтобы организовать здесь детский парк отдыха. Попытаться, чтобы восстановить вот этот пруд, который вы видите, которым раньше купались люди. Здесь были очень красивые деревья, очень все культурно было. В связи с тем, что наши жители, которые частного сектора пытаются все равно куда-то вынести мусор. И также наши автомобилисты, которые проезжают мимо для того, чтобы свой мусор не довести до ящика, выбрасывают просто на территорию таких вот парков. И эти парки просто захламляются. В прошлом году силами компании Ашан, которая строила свой комплекс, была здесь произведена прорубка этих деревьев. Вырубили немножко поросли, убрали здесь все в прошлом году. Ну вот считайте, что за год опять практически, если посмотреть, вот машина стоит там, масса у нас уже полна мешками. Еще с той стороны, которую убирают наши же сотрудники администрации, они еще там на целый КАМАЗ, наверное, набрали такого же мусора. То есть это говорит о том, что все-таки наши жители не хотят жить красиво и хорошо и сделать все это для себя. Если каждый, который не принесет сюда мусор и не выбросит его здесь, парк намного будет чище. И вот это вот, вот это то, что мы хотим сделать, это мы просто хотим то, чтобы этот парк все-таки преобразился и все-таки он нужен для жителей, которые близлежащих домов, высотные вот здесь дома стоят, очень большое количество, еще один новый дом строится, где мы могли погулять дети, где мы могли погулять родители с детьми, насладиться природой нашей Рязанской. Хочется, чтобы было чисто, чтобы дети гуляли, дышали чистым воздухом. Я здесь выросла, хочется помочь. Мой ребенок здесь растет, другие детки пусть радуются. Ну, проще, это старый район города. И вот этот уголок, который вообще является парком, в ужасном состоянии. В принципе, то, что сейчас люди поднились и стали убирать, я считаю, что это правильно. Председатель уличного комитета Анатолий Заикин обсуждает с заместителем префекта Анатолием Майоровым проект планировки будущего парка. Работы еще много, необходимо сплететь сорные деревья, убрать бугры, привести в порядок весь ландшафт. Большое жилищное строительство, которое ведется в этих местах, требует продуманной планировки территорий. Анатолий Заикин предлагает предусмотреть место под футбольное поле и в перспективе сделать дорожную развязку, которая позволит выезжать с Куйбышевского шоссе прямо на станцию Рязань-2. Вот это снимет 3D из космоса, вот этот как раз, вот этот пруд, вот этот ближайший к прилегающей улице. Вот он вот, да-да-да-да, видите, как зарос. В прошлом году уже вывозили, когда... Но это его было название, Новопавловская роща. Да-да-да. Это старое название, пруд это был чистый, в нем раньше купались. Да, а это вот сейчас, который, вот здесь вот, в этом месте, тут родники, а вот там из него текает роща, то есть вода проточена, она сквозь, надлит. Я потому что видел, там он течет, там ручей, там еще сын течет. Да-да-да, это как раз, да, отсюда. Вот, и когда больше, то есть его если там задел, то уровень поднимется, а спускать его в ту сторону придется. Вот. Ну это, естественно, вот этот, который снимку видели, вот этот кайма, но это, скорее всего, ну, рекламный характер, потому что здесь строить ничего нельзя, тут вода рядом, везде. Анатолий Заикин, потомственный председатель уличного комитета. Всю жизнь проработал машинистом поезда, пойдя по стопам отца, и тоже, как отец и мама, занимается теперь благоустройством своего района, считая это своим фамильным долгом. На субботнике школьники с интересом слушали его рассказ о том, как выглядела Новопаловская роща 40-50 лет назад, какими чистыми были пруды, и какие удивительные истории с ними связаны. Мы с вами находимся в центре города Рязани. Если вы откроете Яндекс и колесиком мышки покрутите, не влево, не влево, не влево сворачивая, как раз попадете сюда. Улица 5-я линия, Шевченко, 4-я линия, улица Ленинская, Комсомола. Если по-старому, значит, как раньше называли, то у нас здесь справа Ленпоселок, сзади Ленпоселок, далее Вулькино дерево, а еще раньше, если вспомнить, здесь было болото. После этого, по легенде, господин Новопавлов именно в этом пруду солил огурцы и опускал их через жерди в бочках на дно. Здесь родники температур постоянные. А зимой малосольные огурцы поставлялись в Москву и Петербург. Представьте, на подводах зимой, в Новый год, 30 градусов мороз, а у господ на столе малосольные огурчики, как будто только сейчас их засолили. После этого здесь были сельмашские сады, пруд все время был. И в этом пруду я купался, ловил рыбу. Со мной вместе мои друзья здесь водились карасики такие вот желтенькие, в юные водились, даже одно время раки водились. После этого этот пруд пришел в запустение, превратился фактически в большую помойку. Сейчас мы проводим работы вместе с администрацией, вместе с другим уличным комитетом, со старшими домов, с ТОСами, чтобы восстановить и вернуть нашим внукам, детям то, что было у нас. Для этого сегодня мы собрались на субботник. Для этого внук мой пришел, для этого мы все стараемся. Неравнодушные люди должны нам помогать. Мы хотим... Здесь находится парковая зона, и мы хотим здесь делать детский парк. Именно детский. Почему? Потому что в округе негде уже стало... Большие застройки негде стало отдыхать детям, бабушкам, внукам. Конечная цель этого проекта такая, чтобы женщины светились от счастья, дети улыбались от радости. Мужики наши не ходили такие грустные, а занимались строительством светлого буша, будущее зарабатывали деньги. А бабушки сидели на скамейке и радовались. Вот конечная цель этого проекта. Для этого все мы стараемся. Будьте уверены, мы сделаем. У меня есть полная уверенность, что все так и будет. Многие мне говорят, да нет, вот невозможно. Я вам скажу, что работаем мы вплотную. И с Витальем Евгеньевичем Артемовым, и с Ларисой Ивановной Максимовой, с префектурой. Очень много людей душевных. Когда говорят, вот с ними они ничего не делают. Они делают все, чтобы помочь нам. И сейчас организовались ТОСы, органы местного совправления. Я в том числе там участвую. Мария Владимировна Балашова руководит. В тесном контакте с властью, я думаю, все у нас получится. Надо самое главное верить и не быть равнодушными. Территориальное самоуправление в этом районе добилось уже весомых результатов. Недавно заменили уличное освещение. Проект финансировала городская администрация, которая учла предложения ТОСовцев и соответствующим образом спланировала бюджет. Спонсоры помогли с кирпичной крошкой и жители вышли на общественные работы, чтобы уложить ее на грунтовую дорогу. А в ходе минувшего субботника им было собрано в роще около 40 кубометров мусора. Это почти 4 самосвала. Если строительство детского парка все-таки начнется, они готовы выступать добровольными помощниками и впредь. Дмитрий Соколов, газета «Рязанские ведомости».